Дорогу, по которой ни пройти, ни проехать, построили в хуторе Цукерова-Балка. Гравийка прерывается несколько раз, а после дождя превращается в месиво из грязи. Мария Николаева убедилась в этом и узнала, что плохая дорога не единственная проблема в хуторе. Четырехлетней Насте в школу еще пока рано, и ее мама не торопит время. Таисия говорит, что до остановки школьного автобуса добраться целая проблема, так же, как и ей, на работу. Дорогу, по которой быстрее, отсыпали гравием кусками. Первый разрыв около четырехсот метров, снова гравий, и потом опять больше километра бездорожья. В промежутках... Грязь. Там не пройдешь. Там вот я, это... Мы единственное, что не сняли на телефон, я провалилась, а по колено, там, когда вот снег таял вот этот. Вокруг идти мне долго. Это, получается, четыре километра на работу идти. Смысл дороги, которая только возле дома. Дорога существует для того, чтобы куда-то попасть. А как ты куда-то можешь попасть, если она кусками? По дороге можно пройти и проехать только в сухую погоду. В Распутицу ее и дорогой назвать сложно. От такого курьеза, говорят жители, им не отмыться. В прямом смысле слова. Воды в этой части хутора нет. Дождевую собирают и очень экономят. Вот греем выворку на газу. Вот это все приносим, выливаем. Мы вдвоем купаемся в этих четырех ветрах воды. Еще потом рабочие, ну мы же землей вообще работаем, рабочие в этой воде же и стираю. Потому что мне жалко вылить, она еще, как говорится, пригодная, постирать темное белье. В 2011-м 20 дворов улицы Центральная скинулись по 5000 на водопровод. Но эти деньги не покрыли даже проект. С тех пор воду районные чиновники от ЖКХ им только обещали. А когда ждать совсем надоело, жители обратились в прокуратуру. Прокуратура выявила нарушение. Вот они нам отписали, что как бы мы можем, если нас что-то не устраивает, можем обращаться в суд. Вот хочется по-хорошему. Воды-то хочется. Наталья Николаенко, глава поселения, говорит, что проект на водопровод по этой улице полностью готов. Работы будут стоить меньше двух миллионов. Но поселение с бюджетом 5 миллионов в год не может потратить эти деньги без участия в федеральной программе на условиях софинансирования. Решение, попало ли Цукерова Балка в программу или нет, ей обещали сообщить в апреле. Мы участвуем во всех программах. На протяжении, вот я сколько лет работаю, 9 лет я работаю, мы идем на программах. Каждый год у меня получается, если моих 5 миллионов и плюс дотационные, у нас получается где-то, мы в том году притащили в поселение 22 миллиона. То есть еще плюс программами. В том году мы 7,5 миллионов принесли за счет дорог. Построили здесь дороги, пусть они плужками, но все равно они построены только для того, чтобы жителям было удобно хотя бы ходить. Таисия Бакулина еще надеется, что когда ее дочь Настя станет первоклашкой, водопровод на их улице появится. Потому что к такой дороге, похоже, придется все-таки привыкнуть. Когда установится погода, ее подровняют грейдерам. И это пока все, на что могут рассчитывать жители. Мария Николаева, Игорь Харшобин, 9 канал, Кущевский район.